всем привет с вами дмитрий михайлов и на моем канале comment by сейчас я нахожусь на одном из объектов решил снять эту красоту потому что три километра по лесной дороге я сейчас нахожусь в лесу видео скорее всего так и назову дымоход в лесу либо безопасный дымоход в лесу почему безопасно сейчас подойдем а пока я буду идти потому что это последний объект 2018 года у меня так повезло что я смог до него добраться потому что снег там сантиметров 20 машина может проехать это очень хорошо заказчик хотел просто новый год встретить именно здесь в этом месте потому что сейчас буду поворачивать камеру кругом лес я внутри лес и вот это домик перед вами у него одна особенность безопасно деревянная крыша дранка поэтому здесь будут такие монтажные моменты которые вам покажу что вы не спалили дом это очень важно и конечно не спалили деревья дома которые ставятся в лесу к ним надо особый подход и некий грибков здесь в первую очередь за грибка касается когда мы приехали здесь в печку то нас стоит уже на неделю и никто не тронул представляете наши здесь человека нету и у нас будет идти представной домоход весь полностью дом зашит доской крыши деревянные стены из дерева из доски внутри конечно тоже будет все из доски но здесь я вам уже буду показывать когда буду заканчивать работу но дай бог потому что темнеет рано здесь почему-то темно потому что в лесу находимся и внутри печка будет стоять вот в этом углу наша задача сделать безопасно стенки она будет стоять по диагонали печь лава лава сварочной панели из изолируем пол потому что это деревянный домик здесь пожаробезопасность на первом месте и какими материалами тоже будете смотреть будет использоваться мини рит мини рита в два слоя с воздушной подушкой и конечно дымоход будет представной сейчас я вам расскажу какие материалы будут смотрите здесь толщина металла 10 оси 304 используются наружу 430 это весь метраж который подрезает сразу соединение заводского изготовления будет тройник стоять такая вот врезка будет когда небольшие дома маленькая высота дымохода но печки вы должны понимать что 4 метра должно быть высоты дымохода меньше они плохо работают и оставлю такие сегменты с угол 45 градусов здесь дальше в стенку пойдет он и тройник вот такая насадка верхняя везде миллиметровка 115 на 200 120 на 200 вернее это хомут оттяжка на две стороны сборник конденсата то есть такой обычный боевой комплект который я считаю при подсчете дымоходов сборник проварены сюда дополнительно еще герметик необходимо положить и пойдемте я сейчас вам покажу еще что у нас по улице потому что есть элементы которые уже почти смонтированы на данный момент мы смонтировали уже вот такую вот консоль и консоли дополнительно идет уже опорная площадка опорная площадка двух сторон мама папа она цельная это необходимо поэтому по особенности монтажа я вам уже расскажу в конце видео но вот этот вот такой комплект противопожарный узел какая-то часть уже его установлена крепление установили и пойдем уже вверх об этом уже вы видите в конце видео закончили монтаж печи установку печи перед вами на фергуслава чугунная печка много не не буду говорить потому что здесь вопрос обзоров очень много по этим печам скажу так это просто хорошая копия gucci lava оригинально это фергус не больше не меньше наша задача здесь было поставить печку мой ряд проблем здесь столкнулись вот здесь вот оказалась раскосина потому что нас центр должен был изначально дымохода быть вот в этом месте вот это вот расстояние 60 сантиметров то есть мы не смогли печку сдвинуть максимально к стенке поэтому и плюс когда раскосинному попали население вынуждены были подниматься вверх потому что разрезать ее не решились что это как никак несущая конструкция дома установили печь внизу поставили вот это 40 сантиметров по пожарным требованием должен быть зазор до пищи чтобы если что-то там уголь небольшие какие-то упали можно было бы не загореться по крайней мере здесь минирит минирит установлен два слоя через профиль плюс еще базальтовый картон базальтовый картон сейчас только внизу верху нет смысла на воздух и внизу обязательно оставили тоже воздух чтобы подсасывал воздух чтобы была циркуляция дальнейшем это все делается отделочными материалами здесь уже переход идет на утепленную трубу вот эта розеточка тоже будет потом на герметик сажаться когда уже будет конечно отделка все ну вот такая вот картинка вполне красиво она будет греть никаких вопросов единство что меня немножко не порадовал я хотел узнать какое расстояние до горючих материалов то есть каждый производитель печей по крайней мере таких вот с хорошим именем да ну в чугуняках наверное по крайней мере мне не попадались которые не указывают расстояние до горючих материалов вот это вот инструкции то что это не инструкция это просто для отвода глаз юридической точки зрения то что эти печки могут продаваться говорю будет как кто-то будет хулиганец покажу эту печку не с лучшей стороны я про эти печи знаю очень много я в свое время много продавал лет 8 назад мы привозили еще с водяной рубашкой хорошие печки ну это копия стояк дымохода из нержавейки камера плохо передает смотри да ну смотрите у нас грибка нету никакого может быть с обратной стороны грибок ни в коем случае не ставил не дай бог если загорится сажа у нас здесь деревянная кровля чтобы вот отсюда видите грибка нету я его не ставим и вам не советую здесь деревянная кровля если загорится же то искры пойдут на кровлю хотите чтобы был пожар но я думаю что нет поэтому не дай бог поставили такие вот раскосины косыночки косынки выдерживают 200 килограмм но скажу так 200 килограмм они может и выдерживают за счет того чтобы здесь вот все жидко было крепление вынесли оно такое ну и честно жидковатое да когда сцепили все классно все держится вопросов нет но из-за крепления из-за особенности строения дома его обшивки просто доской обшит он у нас ряд проблем было именно с креплением второе крепление постояли немножко выше и в самом верху видите это уголки стоят такие с профиля для того чтобы труба потому что полтора метра трубы идет без крепления кровли прикрепились не хочу чтобы потом со временем просто валилась внизу вот этот прочистой карман он должен быть по площадке пока далеко не ушел ставьте на деревянные дома я вам советую ставить из нержавейки мне много в комментариях пишут с хорошей краской краски ерунда на дереве и на ряд отделочных фасадов ставьте нержавейку и не будет потому что не поставить нержавейку начнет течь дерево сто процентов начнет течь вот здесь вот начнет течь и ржавый потек будет здесь насадка нижняя поставлена и стоит сборник конденсата сейчас лага если будет составляться я здесь заглушку не поставлю все будет капать вниз дымоход будет омываться тоже здесь разделительная нас нержавейки стоит экран и особенность особенно здесь подключение под 45 градусов смотрите видите вот этот угол вот этот угол плавный переход идет под 45 градусов и мы врезаемся тройник это тройник с противоконденсатной такой юбочка сделал чтобы конденсат обходил толщина здесь один миллиметр 304 использую снаружи 430 к для чего это надо объясню здесь высота небольшая у нас раз два три три с половиной метра вверх пошла ну плюс если отсюда 4 метра у нас вверх пошла еще метр внизу но у нас есть углы помимо углов которые 45 90 идет черный у нас еще здесь смещение поэтому чтобы сопротивление не было большого лучше если 90 поставить но сразу ударяет в эту стенку и той сопротивление на тяге это сказывать здесь плавный переход идет вверх вот он пошел дым-дым-дым пошел пошел-пошел и пошел сопротивление нет поэтому мой вам совет если вы уносите далеко от дома у вас есть еще в помещении какие-то углы ставьте вот таким вот образом смотрите вот таким вот образом и здесь обязательно Смотрите, чтобы угол заходил, чтобы эта вставка собиралась по конденсату Это довольно важно, потому что если нижний угол будет находить на вот эту часть То будет затекать вода и будет где-то протекать Противопожарный узел это ответная часть его Экран, говорю, из-за особенностей этого строения у нас ряд вопросов было Потому что мы вынуждены были приехать на следующий день Не запланировано было, у нас крепление только выносило 400 Укрепление тоже стоит дополнительный упор Сейчас вам покажу Вот такая вот дополнительная разгрузка, видите, вот эта вот планочка Потому что на таких креплениях входит довольно труба влево-вправо очень сильно Чтобы этого не было, дополнительно ставьте усиление Бывают такие вот еще крепления с косынками, когда идет упор вот сюда вот Да, и вбок Ну очень много видов крепления На самом деле я перепробовал Пока что остановился на этих, есть еще лучше Ну у каждого есть, вы должны понимать, что у каждой продукции есть свои плюсы, есть свои минусы Я для себя пока что не нашел идеальную продукцию В этом году при помощи наших домоходов очень много людей обрели в доме тепло Поэтому следующий год я думаю, что у нас будет работы не меньше, а ее будет больше Ну и конечно всем хорошего настроения в новом году Конечно тепла всем в дом С вами был Дмитрий Михайлов, Коминбай Подписывайтесь на мой канал Всех с Новым годом До новых встреч, пока Субтитры сделал DimaTorzok